На модернизацию здравоохранения в этом году на Ставрополье направят 2 миллиарда рублей. Об этом говорили на еженедельном совещании в правительстве региона. Его в режиме видеоконференц-связи провел губернатор Владимир Владимиров. Как прозвучало в 2021-м, в крае начинается выполнение программы модернизации первичного звена здравоохранения, благодаря которой медицинские организации смогут обновить свою материально-техническую базу. Владимир Владимиров потребовал от руководства Минздрава региона держать на особым контроле подготовку всей проектной документации, необходимой для строительства и ремонта медучреждений. Глава края также обозначил перед Кабмином региона основные цели и задачи на 2021 год. В выполнении нацпроекта Владимиров назвал приоритетным направлением работы. Есть у нас продолжающиеся планы, связанные с реализацией национальных проектов. Это должна быть первостепенная задача для нашего правительства и для ее исполнения. Я предлагаю уже на этой неделе провести первое заседание нашей комиссии по исполнению национальных проектов и наметить необходимые планы. Губернатор также поставил четкую задачу на 2021 год перед Краевым министерством ЖКХ. Владимиров поручил продолжить работу над развитием водоснабжения на Ставрополье. Также в сфере особого внимания правительства края остается выполнение программ поддержки местных инициатив, развития кавказских минеральных вод, переселения из аварийного и ветхого жилья, а также капремонта многоквартирных домов. За прошедший день коронавирус победили еще 96 ставропольцев. За весь эпид-период выздоровели 33 611 человек. Такие данные опубликовал Владимир Владимиров. Общее число проведенных тестирований составляет 1 132 000. Эта работа помогает оперативно выявлять новые случаи заражения инфекцией. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 240 жителей края. 7 пациентов скончались. Губернатор отметил, сдерживать распространение вируса способен каждый из нас. Важно продолжать соблюдать все меры профилактики. В этом году на Ставрополе капитально отремонтируют 12 сельских ДК, 14 региональных и муниципальных детских школ искусств. Также переоснастят по современным стандартам две библиотеки и создадут два виртуальных концертных зала. На эти работы в рамках реализации нацпроекта «Культура» выделено 256 миллионов рублей. В Советском округе построят тепличный комплекс стоимостью 7,5 миллиардов рублей. Огромный парник создадут в близ села Солдата Александровского. Выращивать там будут томаты, и это принесет краю более 600 новых рабочих мест. Разместится круглогодичная ферма на площади 42 гектара. А в теплицах уже подготовили плодородный слой грунта. Первая очередь проекта должна заработать уже в наступившем году. К слову, Ставрополь занимает третье место в стране по сбору тепличных томатов. В Шпаковском округе реконструируют трассу, ведущую из села Сенгелеевского, станицу Новотроицкую. Участок длиной 7,5 километров отремонтируют по новой технологии ресайклинга. Старый асфальт измельчат и уложат под новое покрытие. При таком методе на дороге не будут образовываться выбоины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА